Всем огромный привет! Вы находитесь на канале Ирины Ковальчук. Сегодня я хочу приготовить овсяное печенье. Признавайтесь, кто в детстве любил овсяное печенье с молоком? Я люблю и помню этот вкус именно с детства. И в принципе, в любом возрасте я всегда любила это печенье. Но на самом деле, сейчас столкнулась с тем, что в магазине просто совершенно невозможно даже такое элементарное печенье найти с хорошим составом продуктов. Поэтому готовлю его дома. К сожалению, моя дочь не пьет молоко, но при этом я думаю, что она не откажется от очень вкусного и ароматного печенья. Из продуктов, которые мне понадобятся, здесь у меня размельченные овсяные хлопья. Я их измолола просто в блендере от кухонного комбайна. Мука обычная, сливочное масло, мед, яйцо. Здесь у меня изюм, он уже промыт крутым кипятком. Сметана и немножко сахара. Можете регулировать количество сахара, увеличив количество меда. Либо же делайте, как я, добавляйте и то, и другое. И еще буду добавлять ванильный сахар и разрыхлитель для теста. Если нет разрыхлителя, можно заменить обычной содой. Буду сегодня пользоваться своим кухонным комбайном. В чаши блендера я смешиваю масло сливочное, оно уже у меня комнатной температуры. И сюда высыпаю сахар. Все это нужно перетереть вместе. После того, как сахар перетерли со сливочным маслом, сюда нужно добавить мед. Вот, высыпаю ванильный сахар, вбиваю яйцо и сметану отправляю. И все это хорошенечко взбиваем миксером. Все у нас взбилось, превратилось в однородную массу. Теперь сюда отправляю хлопья. Измельченные. Все это нужно перемешать. И дальше поэтапно нужно всыпать разрыхлитель. И муку просеиваю и добавляю также сюда. В самом конце в массу я ввожу изюм. Также все перемешиваю. И тесто готово. Включила духовку на разогрев. Противень застилаем пергаментной бумагой. И если у вас нет такого кондитерского мешка, то можно ложкой чайной, либо же обычной, как вы желаете. На таком достаточно большом расстоянии друг к дружке высаживаем печенье. Где-то приблизительно 2-3 см должно быть расстояние между печеньками. И вот так я сейчас их отсаживаю. Они будут увеличиваться в объеме, поэтому расстояние должно быть большое. Считаю, что это очень легкий рецепт для того, чтобы разнообразить ваше ежедневное чайпитие. Безумно хрустящее, нежное и очень-очень ароматное. Потому что запах, после того, как я погуляла и зашла домой, то чувствую этот запах. И он такой тонкий, ненавязчивый. Как раз-таки такой, как и должен быть от овсяного печенья. Безумно вкусно. Все его кушают и думаю, что оно очень быстро закончится. Желаю вам приятного аппетита. Как всегда, поддержите меня пальчиком вверх, если вам нравится моя идея приготовления. И ставьте лайки моим видео. До скорых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok